всем привет с вами от сегодня у нас будет backstage со съемки которая провел тут в петропавловске для моих друзей это их паб и мы снимали в обновленное меню плюс ящу по-моему полтинник 095 здесь тестировал дальше когда фотки будем смотреть разберемся я хочу попробовать новый формат бэкстейджи это когда я сижу вместе с вами смотрю бэк комментирую если что-то интересное вижу а в конце уже после самого бэкстейджа мы с вами смотрим фотки и я рассказываю ну что-то интересное или запомнившиеся там какие-нибудь настройки какие проблемы были и так далее если вам понравится такой формат с моими объяснениями то пожалуйста в комментах дайте знать ну и пальцами вверх тоже давайте смотреть ну естественно для того чтобы этот бэк записать нужно сначала поставить губ рожки расчехлить все мои штативы стойки куда без этого с собой привез 4 по моему стойки на тут буду использовать 3 ставлю а до 600 softbox 60 на 90 со снятым передним рассеивателем в принципе просто для того чтобы этот бокс превратить в 150 на 110 по-моему или что такое это вот размер рассеивателя моего рассеиватель кстати просто из 5 в одном с собой у меня особо реквизита нет озадачиваться его приобретением поиском тут смысла тоже нет скоро домой там у меня будет весь этот реквизит поэтому просто снимаю в условиях которые есть мне понравились зеленые диваны я пытался как задник использовать второй вспышкой я использую ad100 про на стойке голая и к ней еще прицеплены соты из комплекта и фильтр более теплый по моему для того чтобы компенсировать ее зеленоватость все ну естественно отражатель это мой любимый пинокартон вот мне дали греческий салат начинаем его снимать двигаю диван потому что мне не понравилось что он слишком далеко так конечно не сесть за этот стол но все равно также вот пытаюсь настроить все чтобы было мне удобно закидывают закидывают прям блюдами то есть получается у нас одесса про это контровичок голый не помню естественно на какой мощности ad600 это у нас основной свет мягкий но я его тоже пытаюсь снимать так чтобы блики от него цеплять то есть получается он тоже задний боковой то есть одесса про вообще задний ад 600 заднем боковой ну и естественно несменный отражатель в виде потолочной плитки 50 на 50 и прищепки не помню из макси дома снимаю как обычно горизонталь сбоку вертикаль сбоку крупняк и сверху когда-то меняю эти всякие салфетки реквизит приборы вот позвал управляющую чтобы она поддержала курочку она меня потом еще будет снимать час для байка вон снимает бургер ответственное блюдо выглядит вкусно ну вообще вкусные у них бургеры мне нравится буквально вчера ел опять бургер еще снимаю hero ракурс это когда прям низко низко для того чтобы получить желаемый результат тут начинаю его снимать почему-то с штатива скорее всего для того чтобы на полтинник 095 его поснимать потому что им с рук ловить конечно тяжело да вот я снимаю полтинник в принципе видос про полтинник 095 про его обзор и фотки которые получились можете посмотреть по ссылке в описании к этому видео либо ну в конце я все равно покажу несколько фоток и с него тоже но они в меню не пошли о это очень вкусное блюдо говядина веллингтон это филе миньон запеченный в тесте это конечно очень вкусно вот и такие сложные блюда где нужно по-разному все показать я снял целиком его со всех сторон нужных потом мне его разрезали вернее отрезали пару кусочков я поснимал и потом еще что я придумал вот короче чтобы он был у него жопка и несколько кусочков еще соус поставили в общем все как обычно максимально показать что-то вот я даже заставил его соусом полить этот это блюдо о смотрите переходим к напиткам напитки кстати были достаточно эпичные напитки были достаточно эпичные там и поджигалась и разливалась и льда было много так что смотрите по видосов не так много осталось ну вот да поджигают коричку я все успеваю это щелкать здесь уже использую только ад 600 не использую контравик и пытаюсь использовать доступное освещение для того чтобы ну видно было что это бар плюс начинаю больше использовать полтинник 095 для того чтобы тут то он и раскрылся потому что на такой открытой диафрагме как раз можно впустить как можно больше света от доступных источников всех вот этих вот непонятных лампочек витрины и так далее получается снимаю и на обычную сигму 5614 и на полтинник 095 для того чтобы получить и те и те фоточки корона в огромной в огромном стакане еще пару блюд мне тут дали поснимать не стал я свет переносить обратно решил что для разнообразия просто поснимаю их на барной стойке ничего страшного с этим ним не случится продолжаем напитки это что текила подъехала с лаймами все лихорадочно меняете объектива это все и объектив уже фотка для превьюшки или просто для видоса про объектив еще одно блюдо и по моему сейчас еще просто бутылки надо будет пофоткать ребята попросили для того чтобы им там instagram куда-нибудь их постить да вот на бутылочка еще тут три джина и вискарик это я не помню что такое что на японский манер все снимаю все ногу прошки весь бэкстейдж важное объявление обязательно подпишитесь на рассылку почтовую рассылку от меня я обещал что она будет ежемесячной в итоге последнее письмо пришло в апреле там я дам информацию о том какие планируются консультации менторство работа в группах когда какие будут курсы уроки и так далее там же я даю ну такой дайджест тех новостей которые я опубликовал за то время пока не было свежего письма то есть например там если вышла пара видосов то я в это письмо ссылки на эти видосы вставляю это нужно для того чтобы вы не зависели ни от какого алгоритма и не зависели от запущенного телеграма если у вас там слишком много подписаны на разные каналы то почтовая рассылка это такая тема 1 месяц письмо пришло вы дайджест посмотрели и дальше пошли на что-то обратили внимание что-то заинтересовала что-то нет короче вот так ну чтобы мы посмотрели давайте теперь посмотрим фотки которые получились и начнем мы с тех фоток которые конкретно я дал ребятам вот это первый салатец вилочка конечно потертая соответственно просто стол конверт для приборов который этот зеленый диван о кстати в беке не было видно но я в какой-то момент вот тут вот это видно добавил тт 350 но потом изменил мощность на послабее для того чтобы она подсвечивал этот диван потому что иначе он был просто черный как вот тут вот тут когда он черный тут на этой фотке это выглядит нормально но дальше когда полосочка вот это уменьшается а тут чернота было уже не так интересно вот греческий салат и так и так и сверху и сбоку здесь два блика вот смотрите это блик то есть у нас здесь сайт лайт основной вот это блик от рассеивателя это блик от одесса про оцените что он не зеленит на самом деле по цветам я не знаю насколько вам это видно через видео но по цветам тут все отлично и в какой-то момент тут вот значит блики куда-то уехали и вот тут уже получается я угол изменил и тут вот это блик от одесса про а вот это более мягкий блик от рассеивателя и вот такой такая схема света мне понравилась больше всего потому что здесь у нас видны вот такие блики красивые в каплях соответственно всегда обращать внимание на жидкости на глянцевые объекты от одесса провод блик от рассеивателя вот блик вот это у меня отражатель соответственно от него ну блик такой достаточно дурацкий но он зато подсвечивает очень хорошо вот эту сторону которая не освещается больше ничем кроме этого пенопластового потолка и еще на вилочке вот это вот соответственно тоже от пенопластового потолка вот этот градиент он достаточно приятный меня все абсолютно устраивает супчик с цветочка конечно ложки глянцевые там отражаются еще вот эти лампочки но мне кажется это в данном случае добавляет атмосферности в качестве реквизита часто использую какие-то напитки то есть мы снимаем блюдо но к нему можно подставить чашечку чайник все что угодно просто для того чтобы получить вот такую картинку разную для разных блюд для того чтобы не совсем все было скучно и повторялось горячие сковородки с чем-то вкусным а вот это как раз с курицей какая-то штука которая попросил менеджера управляющую подержать но тут фокусе а тут по моему я что-то накосячил ну относительно это бургер бургер там и с рваниной и с котлетой огурчики все дела с оттиском где hero shot вот он тут конечно пережегся немножко блик слева хотя я его вернул то есть он даже на печати он не будет дыркой белой все окей вот собственно не знаю про микро 4 3 я снимаю на lumix g9 про микро 4 3 часто говорят что ерунда фигня меня все абсолютно устраивает при том что это ну 4 мегапикселя вам фотки показываю не то чтобы это что-то гигантское вот соответственно миско в тесте не знаю как вам я с удовольствием это потом попробовал и сейчас попрошу полить в принципе пожалуйста гифка гифка готовая хоп можно стабилизировать можно не стабилизировать вот ну и по бару это значит первый кадр тут смотрите все прям черное на заднике а я вам не могу тут сказать выдержку на потому что я удаляю этим давайте глянем ради интереса глянем выдержку это chosen пожалуйста вот так вот глянем выдержку значит первый кадр шумит ноутбук рамочки открылись первый кадр выдержка 1 250 секунды диафрагма 2 и 5 второй кадр выдержка 1 25 секунды диафрагма 2 и 5 то есть вот я проявил 1 25 секунды проявил весь свет который тут еще может быть и это уже дальше все снималось на 1 25 секунды обратите внимание что ничего не размазано все в резкости все хорошо давайте пробежимся по здесь вообще одна пятнадцатая секунды одна сороковая одна пятидесятая одна тридцатая одна пятидесятая 1 сотая одна тридцатая и давайте вернемся к обработанным фоткам чтобы на них смотреть это как-то стыдно же чего не обработанное там все то есть вот это 1 250 а это 1 25 тут конечно мешанина это просто такой кадр я не знаю интерьерный скорее они и да не напиток вот горящим дымящим напитком не знаю мне кажется достаточно атмосферно все горит это кто не знает ну просто газовая горелка и корица порошок корицы посыпают и он дается такие искры красивые нужно обязательно брать на вооружение использовать вот это прямо меня щит таращит от этой фотки я кайфую еще она есть на 50 0 95 там просто все в молоко хотя здесь тоже на открытой это здесь тоже на открытой вполне ну то есть резкость космическая у того что в резкости все остальное особенно задние вот эти светильники вдалеке это просто в молоко и даже за напитком там принт джек дэниелс по моему да вискарик девушка какая-то его обнимает и это все размыто в молоко в фокусе только то что нам нужно и фитер тут я смотрите вот тут есть уже косячок из-за того что выдержка наверное сильно длинная вот этот свет он прорабатывается и у нас есть небольшая шевелёнка с теневой стороны противоположные вспышки вспышка замораживает то что в тени оставалось она конечно немножко подразмылось это вполне нормально вот тут все уже четко но тут я принял упор стойку в барную тоже смотрите прикольно осветились пара стульев из из 4 получается ли там даже 5 есть вполне так интересно это вообще какая-то космическая выдержка чтобы синий этот не он проработался ну мне конечно синий тут контрасте с таким тепленьким не очень от синие конечно цвет такой не для еды корона тут могу сказать что я не доработал с лаймами конечно то есть их можно было поставить там на зубочистки чтобы они ловили блики плюс лаймы не супер какие-то огонь ну не страшно какой-то ликерчик кофе кофейный видимо вот бургер тут конечно уже не целиком в резкости но резкости здесь хватает поверьте мне если хотите можем могу в телеге сделать в канале telegram food фото блог подписывайтесь обязательно там я выкладываю дополнительные фотки какие-то опросы постоянно провожу что-то еще не пожалеете хороший канал вот могу туда скинуть полноразмерные фотки чтобы вы посмотрели как микро 4 третьих снимает не знаю ну тут что-то горизонт подзавален ну а это я просто рыбу не ем поэтому селедка это меня не привлекает алмека бланка вот вполне себе ну если запариваться за там какую-то прям рекламность супер-пупер то я заретушировал блик немного но так не знаю вполне короче какой-то волосок нашел какой я слушайте ведь не видел ну по-любому ночью ритачил вот но бутылки бутылки по обычно вот эти неплохо выглядят остальные как получилось ну в instagram выложить такие фотки не стыдно капец уже все вырубил чуть вас не оставил без остальных фоток во первых ну вот фоточка самого объектива полтинник 095 в тех же самых условиях что и соответственно эти коктейли дальше есть у нас фоточки на этот объектив я про них рассказывал в видосе про полтинник 095 ну вот оцените то есть тут уже не такая звенящая резкость хотя это 20 мегапикселей ладно вот обработано ну да здесь конечно резкостью такой резкостью не пахнет зато давайте не будем приближать на сто процентов но посмотрите какое молоко приближенные на сто процентов конечно не такие фоточки это обработанное необработанное чередуются ну конфетка же вообще просто вообще кайф вот эта фотка мне очень нравится то есть тут еще и размытие вот это посмотрите какое молоко ну не знаю короче мне прям понравилось это стекло понравилось какие фотки можно легко на него делать поэтому если интересно посмотрите про этот объектив обязательно все вот такой backstage у нас получился если вам понравилось обязательно ставьте палец вверх пишите в коменте такой формат вам заходит или нет у меня много есть еще такого примерно что я могу показать про что я могу рассказать все всем пока 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 пока